Приветствую вас. Я бы сказал, что здесь есть два основных момента. Первый момент это вообще говоря о степени вашей близости. С девушкой вообще как таковой. Да, то есть я понимаю, что вы неопытный, я понимаю, что у вас как бы нет опыта никакого в этих вопросах и так далее, но как правильно сказал мой коллега Игорь Летучий, вы скорее всего через чересчур стремитесь что-то типа сдать экзамен. Хотя на самом деле секс это не экзамен и в общем-то секс представляет из себя получение удовольствия именно для себя. Да, то есть вам нужно стараться обращать внимание на то, чего хотите вы и на получение удовольствия от того, чего хотите вы. Знаете? Вот. Это первое. То есть первое можно условно разделить на то, как вы ведете себя в постели, да, то есть как сказал мой коллега проговориться с девушкой, обсудить все, вот это все. Вот. Возможно стоит попробовать именно спонтарный секс где-нибудь. Возможно имеет смысл не использовать средства защиты, по крайней мере таких. Вот. Потому что для многих, ну для многих это в общем достаточно проблематично, да, особенно для вас. Вот. То есть ну тут можно рассмотреть разные варианты, да, то есть если вы доверяете друг другу, то соответственно средства защиты вам не нужно, можно использовать просто, так сказать, прерывали. Вот. Ну либо, либо там можно посмотреть, рассмотреть варианты таблеток, но здесь как бы не каждая девочка согласится на это. Вот. Самый лучший вариант, конечно, это полное доверие. То есть чтобы вы не думали об этом, но чтобы в общем все происходило как бы само собой. Вот. Вот. Я не думаю, что использование средства защиты здесь идет вам на пользу. Вот. Ага. То есть понятно, да, значит, с одной стороны доверие, проговаривание, с другой стороны ориентация на собственное удовольствие. Вот. А тут еще и возможны как бы варианты, да, то есть либо это, либо это, например, хорошо спланированный вечер, да, где все интимно, там алкоголь для расслабления, соответственно и так далее. Вот. Либо это просто где-то спонтанно, то есть тут уже все решать вам. Вместе с тем, вместе с тем, очень важный момент, тревожность, которая у вас есть. И вся проблема заключается в том, что с одной стороны, с одной стороны, секс вы рассматриваете исключительно как способ подтвердить свою вероятному дественность. Секс вы воспринимаете как способ доказать себе и девушке, что вы мужчина, а вы, скорее всего, сомневаетесь в себе. Вот. И, соответственно, тревожность это просто, ну, не прислушивание к своим, значит, чувствам, а игнорирование их и, соответственно, склонность к самокритике и всему такому, что с этим, соответственно, связано. Вот. То есть если, если эта история, ну, действительно есть, если эта история действительно про вас, да, вот, то я бы вам настоятельно рекомендовал бы обратить на это самое пристальное внимание, потому что, как бы, проблема появилась еще до того, как возникла эта история. Вот. Ну, с вами. То есть до того, как произошел этот конфуз, условно говоря, вы просто-напросто раскрыли сейчас, да, вы раскрыли свои страхи, может быть, свою тревогу, может быть, вот, которая у вас была всегда. Вот. То есть я думаю, что история здесь в том числе связана и вот с этими аспектами. Вот. Ну и работа с тревогой и работа с тревожными состояниями это отдельное направление, не связанное на первый взгляд. Вот. А с сексом, вообще, с интимной жизнью, вот это скорее сработало уже на более таком общем, но вместе с тем и на более глубоком уровне. Вот. Вполне возможно, что пришло время вам подумать о том, чтобы все-таки более искренне, более откровенно, если угодно, взаимодействовать с своей девочкой. Вот. И, собственно, да, это испытание, это нелегкое испытание, но оно, с одной стороны, проверит ваши отношения, насколько вы искренне друг друга относитесь, и, с другой стороны, покажет, готовы ли вы преодолевать какие-то проблемы. Потому что, если в теории предположить, что, ну, в дальнейшем вы будете парой и вы будете вместе, то то, что происходит сейчас, это, ну, по сути, цветочки, по сравнению с тем, что будет дальше. Если вы не преодолеете этого, то вполне возможно, что отношения выстраивать вам, может быть, и не нужно. Ну, то есть, имеет смысл расстаться. Вот. Я не говорю расставаться прям, 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 ну, прям, прям вот сейчас, да. Расставаться, может быть, и не нужно прямо сейчас. Но было бы очень неплохо, если бы вы воспринимали все именно вот так, как я, собственно, сказал, это вот прямо для вас, это прям то, что нужно. Я понимаю, что, возможно, это все неприятно, то, что я говорю, да, но, тем не менее. Вот. Вот, в принципе, так вам можно ответить на ваш вопрос. Если девушка и вы хотите, можно, в принципе, поговорить на эту тему индивидуально. Значит, ну, с вами лично и с девочкой вашей можно будет пообщаться тоже. Вот. И вполне возможно, что все вместе мы сможем выработать некое решение, которое бы удовлетворило вас всех. Кстати, а почему девушка ваша была расстроена? То есть, она это восприняла на свой счет? То есть, тут как бы тоже вот, ну, на этот момент учитывая, да? Ну, понимаете? Вот, это тоже очень важно. Сексы мужчины и женщины очень часто говорят об одном и том же, но на разных языках, и будет лучше, если вы все-таки будете именно разговаривать секс. Вот. Будет здорово. Будет здорово. И чтобы вы понимали ее желание, знали, что им нравится, там, как, чего. Вот. Представлять секс как исследование. Исследование своего тела. Вот. Себя и партнера тела. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим. Ну, а я желаю вам всего самого доброго и удачи.